Роу мотору, дым спад колу. Пляцовка перед Могилевским лядовым палацем перетворилась у гоночную трассу. Але головная не шоу, а выхывавший эффект. В рамках акции идет демонстрация возможности управления автомобилем. То есть, во-первых, первая задача – показать людям, как можно управлять автомобилем. Второе – привлечь людей в автоспорт, все-таки это не пиво пить, а здоровый образ жизни. Правила довольно простые. Головная не сбить фишки, триматься траекторой и приехать, як максимум худшей на финиш. Але выконывать их совсем непросто. Выставлена фигурка, надо в определенной последовательности объехать пилончики на время. Кто правильно объезжает, не нарушает, то бишь выполняет схемку, тот и победил. Какие основные ошибки у обычного пилота? Это в основном все торопятся. Если торопиться, бывает иногда дольше проедешь, чем едешь медленнее. Без тюнингу тут не обойстись, признаются гонщики. Это дотичится и спортивных, так и обычных автомобилю. Был полностью перекрашен, приведен в красивый внешний вид, был придан ему. Также были установлены некоторые доработки, сделаны по подвеске. Ну и все, наверное. На самом деле нет предела совершенства, поэтому автомобиль постоянно будет потихоньку дорабатываться по мере зарабатывания денег. Конкуренцию мужчинам склала меньшанка Ирина Михеева. Гоночный опыт не одной, что помогал побегнуть проблем на дорозе. А лишь женщин в аутоспорте все равно мало. Ну, скорее всего, просто это страх. Но я знаю, по себе мне тоже вначале было очень страшно. Вначале его нужно преодолеть. И ничего страшного нет. Ну, очень хочется составлять конкуренцию достойную мужчинам. Поэтому... Получается? Ну, я считаю, что еще нет. Акция проводилась с уместной державной автоинспекцией. Могилевские представники закона на дорогах так само поспробовали проехать першую срок фигур. Государственная автоинспекция с уважением относится к участникам данной акции. И считает, что именно эти соревнования способствуют улучшению водительского качества, культуры вождения на дорогах. Зменьшить аварийность на дорогах – головная мета мероприемства, якое у наступном годе станет юбилейным. Десятым. Роман Коткин, Юрий Львовников, Новинный регион.